Видео и печатные материалы, которые принимали участие и оценивались в конкурсе СМИ против террора, должны были быть не только резонансными, но также грамотными, понятными и интересными, формирующими понятие терроризма как проблемы, которые требуют совместного решения. Профилактика распространения радикальных идей лежит во многом на средствах массовой информации. Сотрудники медиасреды, журналисты, блогеры, люди неравнодушные к бедам общества, готовые донести до своих читателей, зрителей информацию, способные повлиять на ситуацию, возможно, остановить кого-то от преступного шага. СМИ против террора набирает все больше популярность среди журналистов. В этом году участие приняли телеканалы ГТРК Новосибирск, УТС-ТВ и НСК-49, газеты Комсомольская правда, Советская Сибирь, Коммерсант Сибирь, а также районные издания области. Итого 9 средств массовой информации, 14 журналистов, которые представили 26 работ. Мы с вами видим, что происходит в мире, но мы и видим, что происходит в нашей стране. В связи с проведением специальной военной операции враги не дремлют. Самое главное, что они сбивают молодое поколение ребят на совершении террористических актов, которые в соответствии с номером уголовного кодекса резюмируются именно так. И здесь очень важна позиция средств массовой информации, которая раскрывает сущность этого явления. Зам. руководителя регионального управления ФСБ, который также участвовал в награждении лауреатов конкурса, заметил, что с начала специальной военной операции враги сильно активизировались и усилили работу по вербовке в террористические организации и по привлечению молодежи к различным диверсионным акциям. Терроризм в нашем регионе, к сожалению, очень сильно помолодел. Здесь накладываются самые различные факторы. И непонимание, неосознание представителям молодежи, то, каким юридическим для них последствиям приводят те или иные действия. Для кого-то это забава, для кого-то это попытка получить, извлечь какую-то мзду, а для кого-то это, к сожалению, в том числе продолжение результаты их убеждений. На все эти факторы, конечно же, могут повлиять и средства массовой информации. Однако, к сожалению, пока их материалы доходят не до всех. Призывать всех участников, чтобы нашими общими усилиями мы смогли найти, выбрать тот самый формат, который позволит максимально широко охватить все категории населения нашего региона, довести, донести это слово до каждого из, чтобы в конечном итоге оснований для нашего взаимного сотрудничества стало все-таки меньше. Представители журналистского сообщества, присутствовавшие на церемонии награждения, на призыв откликнулись. Напомним, что ежегодный конкурс социально значимых материалов СМИ против террора был учрежден для привлечения внимания общества к проблеме терроризма. В этом году он проводится в десятый раз. Продолжение следует...